Девушки отдыхают В правом кармане куртки возьми Вы не могли бы сами? Кстати, вот распивалась спиртной напиткой, в ПК запрещено Для этого есть вагон в ресторан Вер, Верочка, мы... Молодой человек, давайте мы договоримся так Во-первых, я вам не вер, Верочка Во-вторых, поезд охраняет наряд милиции Если что, разбираться будете с ними Спокойной ночи Спокойной ночи Может, дернем, а? За... Так сказать, сближение двух столиц Ладно, давай Вот это другое дело, а? Учите, она меня будет пить мне или не пить? Ты что-то не пьянеешь? Коньяк плохой? Не Просто не пьянею Повышенная толерантность к алкоголю А в Питер ты... Че? По работе? Бизнес Пистолетами торгую У строителей Извини Давай Слушай, а водка какая-то с привкусом? Не левак? Слушай, сорт такой Ароматизированный Ты че? Кажись, то Так это счастье Все, домой Ну вот и мы Нам бы домой Момент Дядя, пусти ела права Она на работе Вадик У нее одна работа Обеспечивать нам комфорт М? Обеспечиваешь По разочку Не хватит этого? Отпусти, придурок Я сейчас охрану ее взяла Ты че? Что с тобой? Я тебе нормальные попросы Ну че? Ну-ка быстро В двойку Отпусти Спокойно Подождите Вера, Вера Павловна Вера, Вера, подождите Не надо никого звать Алло, Сергей Иванович Руки, пожалуйста, уберите Я извиняюсь И он извинится Алло, Сергей Иванович Может подойти ко мне до Познякова? Человек мне считал От него жена ушла Он в Питер к маме едет Если в милицию Вы вообще с работы тронут Вообще хана Ухотите, я на колени встану Так прекратите, пожалуйста Вот, возьмите Веру, пожалуйста В меня ресторан Что случилось? Вера Какие проблемы? Все в порядке А че на коленях? Мелочь рассыпал Ну, спокойной ночи Если что, вызывайся Спасибо, Этик Спасибо Заколка сломалась Я новую куплю Обойдусь Насчет ресторана не шутка Когда захотите В любой момент Как молодой человек Давайте вы сейчас спать пойдете Свою товарища тоже угомоните, пожалуйста Я не товарищ, он мне так попутчик Извините, Вера Извините Свою товарищу Продолжение следует... 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 Я бы и рад, но у меня с глазом проблема. Ментовская пуля. Грехи молодости. Ну, а правом могу попробовать. Но без дисконта. Ну, договорились. Твоя толще была. Да ладно, ты же у нас мастер. Беги к советной цели, беги к поджавшей хвост. Руки затекли. Потерпи. И бой с ним в первый раз. Сегодня вечером хороший спектакль. Играет мой друг Антон Лебедев. Слышали? Спасибо вам за приглашение, за театр. За Кубу тоже спасибо. Но я сегодня занята. И вообще занята. А какой спектакль? Что? Мы Яковский. Вы все равно не пойдете. Может, я еще с напарницей договорюсь? Хороший спектакль, правда. Очень хороший. Так, ладно, подождите. Пошли. Пошли. Дом 5, квартира 5. А сюда погасить приехал, да? Так, город посмотреть. И ствол нашел. Угадали. А порожа? Только в присутствии адвоката и понятых. Место работы? Временно не дружусь. Документы есть? Так ваши же отобрали. Ни хрена тут нет. Отлично. Документы потеряли, значит, домой уже не вымутся. Ты и так не вернешься. Пошли. В туалет можно пойти? Потерпишь. Да. Я бы глаз лучами грыз ночью. Ой, если б был я тупый, как солнце. Там души, у меня голова болит. Очень ненавидно. Поворой. Сиянь вот пойти. Земли отощавшая луна. День добрый. Им палки нужны, а я крайний. Ну, представь только, купил дырки духи на именины, расплатился на кассе, пошел за рамку, пакет какой-то стоит, я поднял, свитер, решил вернуть на кассу. Кассирша шокер подняла, украл, украл. За чужие тряпки новый срок. Обидно. А что, старый, что ли, был? Был. Что было, то прошло. Искупил. Паша. Вадим. Давно здесь? Нет, недавно. А что ты такой серьезный? Статья коречится? Похоже. Серьезно или так, бакланка? Серьезно. Да ты не подумай. Просто вижу, что ты первоход. А я в этих делах опытный. Чего это я первоход-то? Глаз, алмаз. Может, в ментовке не впервой, а на зоне-то точно не было. Зона на отметину оставляет. Но ничего я теперь грамотный. Ни хрена у них не получится. Так что, если что, какой совет, не стесняйся. Помогу лучше всякого адвоката. Может, передать чего на волю. И это точно соскочу. Позвонить кому-нибудь. Чего? Как ты, козел? Ты чего? Ты чего, в каляде? Чего ты горбы-то раскинул? Ты в этом смысле? Ну, извини. Косяк. Я это... Сплю. Бывает. Меня, по-первых, тебе тоже трясло. Еще круче. Ты точно соскочишь? Куда им деваться-то? Пара дней максимум и все. Я сам из Москвы. По делу приехал. Привез конча. На сделки прихватили. Но основной товар пока не нашли. Наркота, что ли? Нет. Но тоже статья. Короче, надо позвонить человеку, сказать, что постольное забрал. И что я здесь, в ментовке. Виталий зовут. Откуда забрал-то? Он знает. Хотя... Не, не надо, не звони. Ну ладно, я денег-то не прошу. Понимаю, дело такое. Позвоню. Давай телефон. Ну? Ну что, Стрелок, сам все расскажешь? Или нам? А лучше вам. Да ты пойми. Нам-то не сложно. Но ведь отношение к тебе совершенно другим будет. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Понимаете, я не знаю, о чем вы говорите. Я художник. Я специально приехал для выбора натуры, для этюдов. И увидел пистолет. Думал, зажигалка. Хотел проверить. А тут ваши налетели. И по голове ударили. У меня шрам. У меня операцию делали. У меня нельзя по голове. А другие тоже на выбор натуры приехали? А? Художник. Поверьте мне, я правду говорю. Короче, так. Слушай сюда, урод. Тебя взяли со стволом на руках. Так что статью ты уже имеешь. Ствол этот паленый. Похитили из подмосковного районного отдела милиции. Там за стенкой кореша твои уже строчат чистосердечные. И про стволы, и про нападение на отдел, и про Виталика. И если ты, гнида, через минуту не дашь нам полный расклад, мы будем вынуждены применить к тебе очень сильные физические и психические воздействия. Понял? Понял, понял. Так бы сразу и сказали. Не обязательно было прическу портить. Мне надо позвонить адвокату. А ты и так нам все расскажешь. Безо всяких условий. Имею в виду, за стволами уже поехали. И когда их изымут, то ты своим полным раскладом только подтереться сможешь. Ну, тут давайте подождем, если поехали. Кто напал на отдел? Виталик? Да. Где он сейчас? Меня ждет на работе. Где работает? А что, мужики, не сказали? Да сказали, сказали. Мы тебя проверить хотим. А, в ОРБ. Отдел по борьбе с терроризмом. Не понял. В каком ОРБ? В нашем, в Питерском. Обручев, фамилия. Виталий? Ты что сразу не представился? Спектакль какой-то устроил. Они их в тяпочке могли опустить. Откуда я знал, кто это такие? Ну, что вы мне? Блин, ну, ОРЛЫ, ну все нам обгадили, Лишь бы хапнуть, лишь бы в сводку попасть. Откуда они вообще там взялись? Никто же не знал, что мы на Финский залив поедем. Да им якобы кто-то просимофорил, что там стволами торговать будут. Вот они решили хапнуть по-простому. Запереть всех по камерам и работать. Схема не хитрая, но надежная. Главное, мы когда на Финский залив въехали, этот толстяк звонил какому-то Олегу из Москвы. Это он этим пистолетом торгует. Его телефон есть в мобильнике. Что ж ты сразу не сказал? Забыл. Ладно, сесть и домой, отдаст нам. Виталь, я приторможу пока. Устал. Правильно, старик. Может, еще в театру спею. Эх, мы рады! А у нас жарские улицы! Эй, вы, товарищ! Я достану из кармана рогатку самой редкой марки. И вот тогда я узнаю, кто без меня полез на небо, кто упадет и не разобьется. Возле моей тени встанет и отряхнется. Эта белая девица смотрит мне на руки. Руки все черные, жалко показывать. а она белая мне улыбается. И я же не знаю. А шрам на лбу у тебя откуда? хулиганье. Шесть лет назад. А ты разведем? Угу. А если не секрет, почему? По статистике. Я тоже встречалась с одним парнем. Еще в школе в него влюбилась. Ну, потом он в техникум поступил. Все как-то так здорово было. Ждали, когда он учебу закончит, чтобы расписаться. А потом он машину угнал. Решил подвиг для меня совершить. Три года дали. Я ему письма писала. Ждала его. Дождалась. Извини. Алло. Коля, это Арви. Звони. Ты зачем номер телефона сменил Арви? Что думаешь, я от тебя прячусь? Нет, просто с чужой трубки звоню. Ну что, ты согласен на три сорок? А как будет по-фински нет? Эй. Так вот, Арви. Эй. Алло. Не перезвонит. Субтитры создавал DimaTorzok алло это я выручай поработать надо что прямо сейчас да да прямо сейчас серьезный вариант да если бы был смешным я бы тебе не позвонил тачку прислать могу до утра зависит как пойдет выручай коляночка через полчаса буду гардероб какой братский хорошо давай ты куда охрана позвонила дверь в офисе кто-то сломал они милицию вызвали надо срочно съездить а утром нельзя нет надо сейчас коля может ты сменишь работу зачем ты слишком много времени уделяешь тань ты это к чему нет ни к чему так танюш ну я понимаю тебе скучно одной мысли дурацкие в голову лезут мысли не дурацкие вполне нормальные коль просто мне начинает надоедать ладно не заводись поревнуешь что ли не изменяю я тебе ты у меня одна а чё тогда такой влеченный спи я скоро приду что за спешка розыгрыш коляноч скрытая камень я по городу дежурь бухнуть не с кем компанию не составишь все серьезно что шутка у нас всегда есть с кем бухнуть пошли короче тема тревожная в городе операция антитеррор все на ушах пару часов назад гаишники тормознули жигуль лохматый джигит с ходу штуку предложил гаишники его высадили и тачку обыскали а там в бардачке бинокль под сиденьем тт с глушителем у джигита никаких документов и мурманские номера на тачке а ты из него хоть что-нибудь достань а то он к утру успокоится вообще хрен что скажет ладно понял меня за что повязали не знаю сам придумай главное потранслирует что через пару часов будешь на свободе джигит кстати в коридоре на кольце вот мы щелкнули знакомая рожа погоди он же к нам в офис приезжал точнее к дяде юре эта крыша его он еще в тачке сидел точно точно он под академиком ходит ну знаем такого водка есть странные вопросы ты задаешь сколько у меня время если до утра не накопаем соскочит и дело убойное до конца доведет для аромата джигит ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Вахта? Да. Доброй ночи. Скажите, а вы сейчас никому не звонили по поводу сломанной двери? Какая сломанная дверь? Мне и никто не звонил. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Командир! Король! Король! Козёл. Даже в сортир не мог сходить. Урод. Тебя водили? Я тебя знаю. Ты под академиком, братан. Вы нам стрелу забили. Вы намерение на жёлтом прикатили, а мы на бумере на чёрном, помнишь? Как отлить хочется. Когда? Год назад, дед. А о чём тёрли? Да не помню её. Так, грядку какую-то не поделили. Я в тачке сидел за рулём. Это, кстати, тоже. Виталик с Борюсиком с вашим базарили. Длинный, мелкий такой, в пальто оба. Ну, там добазарились. Всё нормально, без обид. Будешь? Повезло, не отняли. Давай. Опять ласты не за хрен собачий завернули. Прикинь, сидел с биксом в кабаке. И тут эти. Мужики говорят, у них хреет какой-то. Антитеррор. Не слышал? Ну, пусть бы террористов ловили. Мы-то здесь при чём? Меня вообще уже не в первый раз сюда тягают. Так, по-моему, рыжат, по почкам надают и выгоняют. Для профилактики. Главное, чтобы в тачку что-нибудь не подсунули. Они мастаки, мастаки. Подлянки. Всё, не могу. Извини, братан. Я прямо здесь отолью. Ты что, обалдел, что ли? Да пошли, они сами виноваты. Я же с тобой подотру. Командир, ну будь человеком, а? Рыбакопы долбанные. Всё. Завтра в горпрокуратуру пойду. Надоело. Хоть на улицу не выходи. Тебя точно отпустят? Пиши телефон. Пять девять семь. Три четыре сорок пять. И это всё? Хорошо, хоть это. Мужик осторожный, но... Сильно нервничает. Ещё бы. Блин, Коляныч, ты молодец. Фу. Меня не подставьте. Прекрати. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто там? Участковый. Позняковый, Вера Павловна, здесь живёт? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Осторожней. Нет, ну послушайте, что за дела такие, ну что за бесцеремонность-то, а? Так, это кто? Знакомый мой, а что? Понятно. Документики, будьте добры. Права подойдут. Так. Техосмотр пришли? В ГАИ работали. Нет, ну простите, извините, я по ошибке. Давно ушёл. Вера Павловна, нужен тет-отет. На кухню пойдёмся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, вы уж извините, Вера Павловна. Я всё-таки рассчитываю на вашу помощь. До свидания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что случилось-то, Вера? Ничего не случилось. Спрашивала, не беспокоит ли сосед, сказала, позвоните, если напьётся. Ну что, пойдём кофе пить? Пойдём. Привет, мастер. Привет. Что там за кипиш на заливе был? Говорят, ты выезжал. Да ничего серьёзного. Московские разборки взяли человека с пистолетом. Так а где тот человек? Может, нам с ним поработать? Да нет, Ген. Ты ж теперь спец по экономике. А здесь обычный терроризм. Не твой профиль. Ну смотри. Здрасте. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, кто ехал на этом месте? Откройте удостоверение, пожалуйста. Поезд из Москвы? Да. Минуточку. Записывайте. Иванников Борис Сергеевич. Номер паспорта. 40-02-456-788. Благодарю. Не за что. Да, слушаю. Алло, Виталий Николаевич? Здравствуйте, это вас с московского вокзала беспокоят. Только что приходили и интересовались вашим пассажиром. Как фамилия? Вяземский Геннадий Юрьевич. Вяземский. Я дала другую информацию, как вы и просили. Спасибо вам. Ты не против? Я тебя встречу. Поезд в девять будет? Можешь кое-что выяснить? Сегодня к Вере приходил участковый. Узнай зачем? Коляныч, ты с ума спятил? Я же тебе сказал, сиди и не высовывайся. Попадёшь. Это реально. Тебя уже пробивали на вокзале. Ну, очень надо. Круг. Я перезвоню. Извини, мы случайно не встречались? Лицо больно знакомое. Ты не из Москвы? Нет. А звать не Вадимом? Николай. Ну, извини. Обознался. С памятью в последнее время. Не пойми, что. Бывает. Ну-ка, Ильяныч, мало тебе наших приключений. Короче, пару недель назад из колонии сдёрнул один чудик. Вертуха я задушил. Сам из Питера сел за убийство. До этого судим за грабеж. У тёток сумочки отбирал. А Вера-то тут при чём? Чимщик. Не гони лошадей. В Питер-Депеша прилетела перекрыть возможные места появления. Так вот, её квартира одно из этих мест. Он родственник, что ли? Да не совсем. У тебя что, серьёзные виды на неё? Серьёзно не бывает. А у неё? Пока не спрашивай. Вот рассказывай, рассказывай. Он её парень. Вместе в одну школу ходили. Потом любовь со всеми вытекающими. Жениться даже хотели они. Свадебка расстроилась, жениху дали три года. Вера его ждала. Когда он вышел, она только-только на железку устроилась. Как-то ей один пассажир малость нахамил, лицо попортил. Ну, Вера жениху и поплакалась. Жених пассажира вычислил. Точнее, Вера адресок подсказала. Раздобыла обрез. Встал у парадной. И как только пассажир выполз, тут его и положил. Перед этим доходчиво объяснил, за что конкретно убивает. Ой, чую, он ещё делов наворотит. Терять-то ему уже нечего. Да ладно, не расстраивайся ты так. Мало ли проводницы, другую найдёшь. Слушай, а может проще это дело? Как только он к ней сунется, ты брякни. А дальше операция антитеррора. Будет задержан проходившим случайно под рулём. Ты что, сдурел? А если она узнает? Да как она узнает? Зато смотри, ему пожизненно дадут. И тебе хорошо, и Вере. На хрен ей такой герой? Ей семья нужна, детишки, спокойствие. Ещё благодарить будет. Не сомневаюсь. Тогда разговори её, может сама прямо скажет. Задолбал этот козёл, мало дали. Если бы хотел, уже бы намно сказал. Тогда слушай совет. Не звони ей и не приезжай. Если у неё что-то к тебе есть, сама позвонит. А нет, так плюнь, значит пофиг ты ей. Субтитры создавал DimaTorzok ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да, алло. Алло, Коля, это Вера. У тебя всё нормально? Да, а что должно случиться? Да нет, просто обещала меня встретить и беспокоилась. Коль, мне сказать тебе кое-что надо. Важное очень. Я сейчас приеду. Андрей сбежал. Участковый попросил сообщить, когда появится. Может, взять и позвонить Участковым? Ты что? Ты что? Ты понимаешь, что это подло? Он мне вообще ничего плохого не сделал. Все из-за меня. Извини, я не подумал, сказал. Алло, это я. Она его не любит, но сдавать не будет моральные принципы. Так сдай ты. Одним гадом больше, одним меньше. Ты забыл мой главный принцип. Никакой личной выгоды, а здесь выгоды есть. Коляныч, о чём ты? Этот тухарь уже двоих убил, и что у него на уме, даже Всевышнему неизвестно. Вера твоя под топором ходит. Ты, кстати, тоже. Так что выгода у тебя одна, живым останется. Делай, как знаешь. На академика, значит, шестеришь. Ты знаешь, понимаю. Он тебе с землёй под сервис помог, а тогда теперь у него в неоплатном долгу. Ягина сам не святой. Только меру знать надо. А ты от счастья рехнулся совсем. Скоро им аэропорта строчить будешь. Или уже строчишь. Притормози, мастер. При чём здесь академик, сервис? Билет я пробивал исключительно по служебной необходимости. Ты это нашим командирам рассказывай, а не мне. Как только заморочки с бизнесом, сразу за аксивой в карман. А, так может у вас с академиком дружба? Ну, простая человеческая симпатия. Может даже в чём-то любовь. Только ты не путай, Гена. Любовь с проституцией. Слушай, воспитатель. Шёл бы ты со своими намёками в красный уголок. Вот там тебе самое место. Ты, Ген, как был слесарем, так и остался. А это, часом, не твой стукачок, Коляныч? Вроде похор. А вот это не твоего умодела! А насчёт стукачка дом порядочный тебя в сто раз будет. Андрей звонил. Он в Питере? Угу. Ему деньги нужны, сто тысяч. Якобы на Украину уедет, у него там приятель по зоне. Оттуда в Турцию морем. Не совсем? Не знаю. Кстати, он сказал, чтобы я никому не говорила. Ну, это понятно. Коль, ты не можешь мне деньги одолжить? Я за год верну. Какой долг? Вер, так возьми. Но я боюсь, он не уедет, прогуляет и опять душить начнёт. Возможно. Только по-другому я не знаю как. Завтра он ждёт меня на Серафимовском кладбище в три. Почему на кладбище? Отец у него там похоронен. Да и место безлюдное. Верния Кузьминова Верния Кузьминова Ну, как, ведь? Отдала. Поехали! Андрей сказал, если его поймают, он меня убьет. Ерунда. Если его поймают, он уже никого не убьет. Вот персонаж. Мой человек не сдавал его. Не упустите. А вот и он. Пошли. Молодой человек. Папога вроде для всех, у пешеходов тоже. Вон, ребят, извините, возьмите. А что так сразу документички покажут? Какие документы? Я думал, забыл. Будьте верны. Ну нет у меня ничего. Суки! Стой! 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 Стоять! 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 Стоять на фонтанку! Задись! Жив! Жив! Куйнин на московский, я ее адрес забыл! Трубу дай мой, выпал! Опять финны, наверное, задолбали уже. Номер телефона меняют постоянно. Знаешь, что он мне сказал? Сказал, что сбежал для того, чтобы меня увидеть. Просто увидеть и все. А деньги здесь при чем? Ненавижу врать. Я ему сама деньги предложила. Зачем? Чтобы сбежал навсегда. Хоть куда-нибудь. Ничего ж ты сразу не сказала. Боялась, что не дашь. Подумаю, что я с ним. Это же счастье, что я тебя в поезде встретила, да? Кофе спей. Жди, я скоро. Бакляйте в рамках! Бакляйте в рамках! Коля. Я люблю тебя, Коля. Я тебя тоже. Я люблю тебя, Коля. Не ждала? Андрей. Оба, вниз. Ну что, Вера? Предложила денежку. Спасибо. Андрюша, ты успокойся. Ну ты что? Ну что случилось-то? А тут ты не знаешь, что случилось. Ждали меня на кладбище и еле ушел. Вера, ты что делаешь-то? Меня чужие не предавали. Чужие. Андрюша, Андрюша, я тебя не предавала. А что мы не на кладбище? Глебы собирали. Да у тебя на лице все написано. Или из-за него. Да, забери дешевка. Слышь, Герман, я спрячу ствол. Она ни при чем сказала же. Это я тебя сдал. Жить хочешь? Так я же видел, как вы целовались. Вместе здесь и ляжете. Да сдалась она мне, как буденовка слону. Я ее тогда в поезде подклеил, когда-то с зоны свалил. Знали, что сюда сунешься. И бабки тоже я дал. Заряженные они, изотопами. Коль, ты чё? Какой я Коля, Вадим? Чё ты мне лапшу на уши вешала? Что он за угон снял? Он с сумки рвал у теток. Красавчик. Классный спектакль. Так бы и смотрел. Только не кушь мне на это туфто. Ты герой, себя не строй. Видел я, как ты потел от страха в камере. В какой камере? В обыкновенной, в метовской. Два на три. С дуршлагом вместо лампы. Когда тебя первый раз взяли за задницу. Ну, красавчик. Узнаешь, братуха? Узнаешь? Помнишь, как я с дежурным там бодался, а? Как я кривлялся, там лоха изображал, а? Как постельное белье просил. Чё ты гонишь? Чё гонишь, а? А как позвонить просил? Помнишь? Что, позвонил? Так это был ты. Я под тобой тогда работал. А сейчас под ней. И обоих вас взял. Как лохов. Как пионеров. Так что пушку положил, Ашок. Пока не поздно. О, слышь? За тобой! Обложились, суки. Супер. Внимание. Просягу. Город. Аплодисменты. Город. Так что это не происходит. Чёрт. Как же это не происходит? Сейчас. Скорую! Граждане! Братцы! Когда ж вас всех разворозили? За что ж я один страдаю? А вы, гражданин-чекист, или вы, господин Лэпман? Идемте! Идемте, чтобы меня в тебя бросили! Вы такие правильные! Почему же я некондиционный? Клопу! Клопом я смерть! Здорово, Коляныч! Ну, чё такое? Я ж не отрицаю, виноват! Ты тоже хорош! Сдал бы, мы бы его прямо на кладбище положили! Да пошёл ты! Я тебе сказал, что это моё личное дело! Что, ноги за мной поставил? А как иначе, Коль? Он же отморозок, хрен бы от вас отстал! Медальку получил? Да какую там медальку? Служебную проверку я получил! Новость слышал? Академика арестовали! Со всем его научным коллективом! Мафию шьют! Организацию преступного сообщества, то есть! Да, не успел, бедняга, докторскую дописать! Не успел! Но прикол даже не в этом! Только между нами! Мне по большому секрету шепнули! Бандитов помнишь, с которыми ты на залив ездил? Ну? Так вот, один из них, я не знаю кто! ФСБшник внедрённый! Прикинь! Вот это внедрение! Лет на десять, не меньше! С самых низов начинал! А я ещё думаю, чё это они? Тебя со стволом взяли, а не их! Ты ж вторым стрелял? Теперь понятно! А чё, молодец мужик! Уважаю! Но и мы с тобой не слабее! Ты ж не раскололся! Генка Вяземский теперь, наверное, кола Осиновый получит! И не он один! Наш человек десять сразу рапорта на увольнение написали! Как вам и надо! Да, ну ладно, Калиныч, полетела я! Как выбишут, сразу ко мне на дачу! Я баню наконец достроил! Торжественно ведём в эксплуатацию! Погоди, погоди! Чуть не забыл! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Это Арминь! Мы не согласны на твою цель! В оптическом прицеле Беги по свежим трубам звёзд Тупое чувство долго Тебя не подведёт Осоль ждала так долго Осоль немного подождёт Тебя не подождёт Привет! Привет! Ты чё, с ума сошёл? Сошёл! Беги, ломай от двери Беги по кромке зла С тупой улыбкой зверя Что только мать любить могла С ужинками горелы И нежностью осла Твоя осоль ходила к морю Но недавно уныла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова